Когда-то в 99-м году в старом обшарпанном кабинете в помещении Государственной Думы России бывший второй человек в иерархии Советского Союза Егор Кузьмич Лигачев на мой вопрос, Россия великая страна? Ответил совершенно неожиданно, ошарашил меня. Он сказал, ну какая же она великая, ноль целых, сколько-то там мирового валового продукта. Да нет, это большая страна. Скажите, Россия великая страна? Знаете, Китай – великая страна. Россия не великая страна. Знаете, как Джоу Инлай ответил Киссинджеру на его вопрос, что он думает о результатах Великой Французской революции? Да, знаете, да? Да. Еще рано делать выводы. Михаил Сергеевич Горбачев любит это вспоминать, когда спрашивают о перестройке. Вот, я поэтому могу сказать, что история России насчитывает от силы тысячу лет. Поэтому еще очень рано делать выводы, какая она, великая или нет. Тем более по-настоящему на мировой арене она появилась 300 лет. В этом смысле Россия, как некое международное явление, как некий фактор, влияющий на развитие всего мира, всей цивилизации, существует там со времен Петра Первого или Екатерины Великой. В этом смысле она ровесница соединения. Ну, Петр Первый был русский, поэтому говорить о том, что он был немец, это не так. Просто, так сказать, во-первых, если уж говорить о пристрастии к Петра Первого, то это скорее голландцы, чем немцы. Появился он как мировой лидер, лидер мирового масштаба вообще в противостоянии с Швецией. Поэтому, как говорится, немцы сюда притянуть, если и можно, только через Екатерину, которая была, по-моему, самая русская импередрица из всех. Но не в этом дело. Дело в том, что в этом смысле Россия, она ровесница Штатов.